нам нужна несколько слякотная история розовый добавьте голубому скучноватый цвет вот такое вот такое и тут же перешла нет 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 тут же перешла вот на это вот на это не сильно нажимать да ну вот ну собственно как мы вчера я делаю это раздавливание в идею мозаики после как ты это сделаешь ты начнешь добавлять утемнение ну скажем чуть с коричневинкой будет легкий намек на зеленый и дальний план наполнишь содержанием вот этих елочек вот она вот она вот так прямо вписываясь то есть мы создаем мозаику 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 все что ближе к нам заслонит в конце то что дальше от нас здесь голубенький добавишь с большей розовизной разбил розового в виде этих облачков единственное что поскольку у нас мозаичный характер то есть несколько другая будет видимость этих облаков то есть нет не так как там а так как диктует язык живописи хорошо давай так не так россии значит в воде все это отражается отражается вертикально поскольку наша картина подразумевает густую краску да мы уже знаем после вчерашней работы густую краску подразумевает начинаешь набирать отражение густо если надо что и в меру темно вот она отражение любит вертикаль перебитую плоскость воды любит вертикаль отражения перебитую горизонталью колебаний на воде хорошо то есть набираешь сюда вот эту вертикаль можешь здесь более голубо набрать больше вещества положить более голубо набрать но вертикально он она это наедет мут ноги вот если на над водой у нас не мутная то в воде будет мутная мало того возможно мы еще совершим совершим еще возможно вот такие действия чтоб еще больше навязать идею водяной среды хорошо может быть даже вот здесь как мы вчера и действовали с тобой начнешь укладочку укладочку квадратно видных сначала квадратно видных мазочков мазочков желтый любит предварительно уложенный розовый и даже здесь это видно желт чистый желтый лежит как бы на грязном розовато оранжеватом состоянии поэтому будешь укладывать и это оставляя дырочки небо чуть-чуть будешь укладывать укладывать то есть нам нужно как как и вчера побольше нашвырять всего этого добра что все поперечислить давай хорошие мазочки продолжаем набирать набирать очень хобби здесь хорошо все единственное что может быть несколько геометричным геометричным сделать вот эти мазочки геометричным не не соломен не соломать не соломенностью а именно геометризмами вот такие вот такие чтобы соломка ушла и чтобы ушли косыли то есть все должно быть нарочито висячи нарочито малейший звук горизонтального характера на этом даст идею воды хорошо но геометричнее не так чуть-чуть вот этих светлости лежачий характер этих светлостей первые стволы можно заметить вот таким образом чтобы видеть что мы рисуем первые стволики давай так ну и добивай 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 хорошо все набираешь добивай что касается значит наших березочек чуть-чуть идею вися части навяжем вися части да вот такие сережки чуть-чуть сережками вот так хорошо то есть не вот так а сережками стволики будешь брать белизну и укладывать по вот этой траектории прикольно то есть у нас появляется цилиндричность цилиндричность ствола поскольку там достаточно массивные стволы то все это можно вполне сделать но заодно начни уже раздавать и этому стволику значит здесь висячка вот это вот это вот рваненькая чуть-чуть то есть мы не совсем делаем как в прошлый раз время как вчера чуть-чуть у нас будет импровизация но стремимся использовать чуть-чуть тот язык то же самое все таки добить вот это пятно долго ты к нему подступаешься добить 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 натыкать 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 и даже поставить несколько несколько травиночек хорошо вот этими шлепочками у нас опять же сегмент вот вчера мы помнишь мы начали мельчить чуть-чуть но сегменты мелкости мы не стали делать слишком мелким а это уже не из этой истории то есть у нас много крупных мазочков и это по отношению к ним слишком мелкие вот ты помнишь что у вчерашней нашей работы у этого художника все мазочки достаточно крупные поэтому несмотря на то что мы видим понятно что он тоже видел вот эти вот копошневые но он сохраняет язык живописи и эти и эти звуки у него достаточно крупны так здесь показать идею второго плана который устремлен по вот этой траектории вверх от травы то есть сначала вот эту заднюю траекторийку выстроишь спуска к воде так коричневый слез так хорошие елочки но единственное что надо создать сначала стену там прямо целая стена и они уже входят в эту стену и тоже стараемся довольно крупными ну как у тебя наверху там несколько вот на на фоне этой темноты там вот есть отдельные симпатяги да чуть-чуть вот так прямо отдельных подбросишь тоже будет прикольно потом к ним веточку будет симпатичная веточка значит чуть перемельчал перемельчила держись вот этой крупности очень легко сбиться на перемельченность но здесь определенный язык живописи который надо соблюсти соблюсти хорошо крупность хорошо крупность стволики ну это страшко страшненькие ужасные пожалуйста так значит можно поступить так положить вдоль видно я сначала сбрил положить вдоль потом перештриховать на горизонталь потом дополнить небольшой меры там нет многого там чуть-чуть с бачка чуть-чуть согласны? да давай так возьмем бельница возьмем синица чуть-чуть покидаем вот эти звуки чуть-чуть наблюдая чтоб не переборщить то есть создадим идею идею лежачей плоскости воды и поколебленности так тоже мелковатый все-таки сохранила мелковатость нет да надо избежать тоже покрупнее и темненького подсадить зелененького подсадить хорошие стволики теперь а что? а где темный? это ж темный это ж темный без темного будет скучно без темный тем более что он и не не из тех он не береза поэтому у него користое такое состояние да? вот такое что-то тени от них значит тень особенно темна у основания у отброшенного то есть здесь особенно темный а здесь уже он теряет свою темность лежит плоскость не видно что там что-либо лежит не видно что лежит плоскость согласна? согласна я помню так прямо лежит довольно крупные мазочки нам нужны в том числе крупные мазочки странная линия береговой чуть-чуть ее чуть-чуть ее дотрогать а то она волной а это странно согласны? да тоже здесь немножко вот этих вот ну не переборщи так положила чуть-чуть посмотрела положила чуть посмотрела так здесь ствол будем делать сейчас сейчас да это уже кистью тоненькой ну такой полутоненькой сейчас и у нас и вот эти тоненькие стволики тоже накидаем и у нас можно можно нужно да и сами листички вот они вот как вчерашние картиночки мы делали вот они запятые листиков на крупный мазок лежачего характера хорошо ладно свет вышел из-под теневого этого дерева и спустился туда выгодно спустился ну если камушки сделаешь удачно оставим так тепленькости чуть-чуть может быть розовости какой-нибудь тепленькости какой-нибудь тепленькости хорошо да так значит здесь темноты напустишь хорошо кисточку сейчас тебе подсуну значит будешь брать и вытягивать хорошо именно вытягивать все хорошего до свидания до свидания стволы пусть заслонят пусть заслонят хорошо Вот и уже вот на этом валяются листики. Собранные стайкой. Не в шахматном обязательно порядке. Смотри, вот такими кучечками лучше. А ты их буквально стала расставлять. То есть бегаем от шахматного порядка. Чем дальше, тем лучше. Немножко не ахти. Сейчас мы их поддержим. Нет в них нарочито горизонтального звучания. А именно оно создает эффект площадки воды. Через две недели, скорее всего. А это не хватало. Ага, ага. Согласна, да? Да. То есть не хватало остроты горизонтальности. Слишком пополам. Так. Смотри, довольно крупная укладка. Мы стараемся вот эту идею, эту крупного мазка поддержать. И сверху на этом. Вот этот прозрачный мотив маленьких вот таких лепесточков тоже не в шахматном порядке. Но более разбросано, чем стайкой. Чуть все-таки разбросано. Да? Одно заслоняет, другое становится красивенько. Проследие вот этих вот вещей. Все. Вернее, рубрика. Спасибо вам. Вам тоже большое спасибо. А ты откуда? Я Сталин. Ага. А ты откуда? Из Софии. Откуда? Из Софии. Из Софии это благорели? Из Софии это благорели? Сама сети. Сама сети. Спасибо.